Теперь немного о самом Вороненкове. Вот если с подачи Антона Герасченко в Украине сосредоточились только на одной версии убийства Вороненкова, так что даже, например, в заявлении американского посольства в Киеве специально подчеркнули, что расследование должно быть полным и беспристрастным, на родине Вороненкова в России сразу несколько версий. Причем не только предсказуемые, что за убийством стоят какие-то украинские националисты, но и очень неожиданные. Не все в нашей стране знают, что Вороненков, конечно, не был одним из политических топов в России. Но все-таки, как минимум, с начала двухтысячных его имя связывают с рядом громких скандалов. О конфликтах в спецслужбах, в которых был замешан Вороненков, посмотрите далее. Я уехал, я уехал без любви в Петеру, а приехал в Ленинград. Тогда, в 2013-м, двое участников этого парламентского корпоратива и не догадывались, какой поворот судьбы ему готован. Экспикер Думы Нарышкин, который спел дуэтом с оперной дивой, остался в Москве. А вот главные герои, Мария Максакова и Денис Вороненков, выбрали иное направление. Петербургу предпочли Киев. Коммунисты Единоросс познакомились в Госдуме. Во время депутатской каденции успели сыграть свадьбу. А после, уже в эмиграции, оба доказывали. Их семейная пара всегда состояла в незримой оппозиции. Как аргумент, появившаяся однажды резкая критика законодательных инициатив российской власти. Я считаю, что законодательство должно рассматривать проблему шире. Для того, чтобы реально защитить детей от вредоносного влияния, необходимо предоставить судам возможность решать, исходя из всей совокупности обстоятельств каждого конкретного дела, а не привязываясь к определенной сексуальной ориентации. Но при этом шестая по счету Госдума, в которой Максакова и Вороненков состояли, успела запретить усыновление российских детей иностранцами, а также проголосовала за присоединение Крыма. Но Максакова и Вороненков уже в Киеве заверяли, аннексию не поддерживали и за нее не голосовали. Мол, решение принимали без их ведома. Кто-то просто воспользовался их депутатскими карточками. В Москве о Денисе Вороненкове отзывается сухо. Депутат как депутат, верный солдат кремлевской системы. В прошлом функционер прокуратуры и госнаркоконтроля. Он там работал как один из следователей госнаркоконтроля, насколько я понимаю. Но при этом, опять же, насколько я понимаю, в основном он занимался тем, что на криминальном или на бизнес-языке называется словом решало. То есть он помогал разным людям, испытывающим проблемы с правоохранительными органами или с конкурентами, как-то эти проблемы улаживать. Насколько успешно Вороненков решал вопросы широкой публике, неизвестно. Как полагают российские либеральные СМИ, за ним тянулся шлейф неудач. Якобы экс-депутат-коммунист успел нажить себе врагов. Один из них бывший сотрудник ФСБ, генерал Олег Феоктистов. Конфликт с силовиком начался еще 10 лет назад с громкого дела трех китов о контрабанде мебели. В его расследовании участвовал и Вороненков. Якобы именно тогда он и нажил себе влиятельных врагов в спецслужбе. Сразу после смерти беглого депутата Госдумы в прессу просочилась информация о его имуществе. Вот, например, дом на центральной улице Москвы, Тверской, еще дореволюционный. Квартира в нем вроде бы оформлена на сына Вороненкова. Другой адрес – элитный комплекс небоскребов неподалеку от здания российского Белого дома. Считается, что на последнем этаже этой высотки Вороненков прикупил апартаменты. И после бегства в Украину все это добро он безуспешно собирался продать. Но риэлтору ясно дали понять – выводить деньги из федерации нельзя. На имущество якобы претендует должник – феоктистов. Силовики постоянно воюют друг с другом. Поскольку силовикам принадлежит вся власть и большая часть бизнеса в современной России, неудивительно, что у них постоянно происходят конфликты интересов. И огромное количество силовиков сидит, посаженные другими силовиками. Какая-то часть из них в могиле убитая по заказу других силовиков. Деятельностью Дениса Вороненкова не раз интересовались популярные блогеры. Вот публикация Алексея Навального за 2015-й. Там утверждается, что экс-депутат заработал миллионы. Собирался ли все это добро погибших капитализировать в Украине? На родине еще в 2014-м в отношении Вороненкова возбудили уголовное дело. Его обвинили в рейдерском захвате здания в центре Москвы. Затем он лишился и депутатского мандата. А сразу после сообщения о смерти российские федеральные СМИ распространили заявление. Мол, незадолго до гибели Вороненков хотел сдаться и вернуться в Москву. Предложил, что готов кого-то сдать за то, чтобы его не сажали, наверное, или как-то применили какую-то там снисходительную статью к нему. Независимые российские политологи тем временем утверждают, изберись Вороненков в Госдуму седьмого созыва. До Киева он вряд ли бы доехал. Предположение о том, что Вороненков поехал в Украину вполне по согласованию с правоохранительными органами, которые таким образом просто использовали его в темную. Заранее считаю, что вот должен быть человек, который поедет, начнет говорить, что сейчас дам на всех показаниях, и дальше его должны будут убить, чтобы остальным было неповадно. Продолжение следует...